проверяем еще раз освещение смотрим картинку все ли помещается в свитере и как я могу хо-хо-хо размахивать всем дарададан дарададан так попробую чуть чуть потише как это будет выглядеть насколько это эффективно я как джим керри блин всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии челлендж декабрьский мой продолжается свитеров новогодних красивых интересных страшных выбирайте любой какой хотите в любом случае это поднимает новогоднее настроение такой лайфхак для вас я уже надеюсь что мои подписчики подключились к моему челленджу достали свои свитера или стали присматриваться потом на оценки конечно попадут они обязательно советую личная моя рекомендация это правда весело это тепло это уютно и что-то необычное а если вы уже присоединились и носите такие свитер очки напишите в комментариях обязательно мне будет очень интересно кто заразился новогодним настроением через свитера ну что такие тематические рождественские свитера я пожалуй вы гуляла все у меня их не так много и это последний свитер такой прям явно новогодний есть другие зимние тематические но вот остался он последний и честно сказать голову я сломала что снять перед новым годом еще в двадцать втором году я уже отклонила шесть моих обзоров которые я набросала и мне все казалось не подходит елка свитер и обзор ко всей этой картинке долго думала затестировала море парфюмов начинала с одной подборки с другой одни ароматы топ мои фавориты топ какие-то еще мужские женские что только я не перепробовала пока не нашла новогоднее решение меня осенила очень классная идея если тут зажглась лампочка то она именно бы зажглась и я подумала а почему бы мне с последним свитерком на канун нового года и рождества не побыть самой дедом морозом или санта клаусом исполнить ваши пожелания а какие пожелания у вас были и вы узнаете через пару минут не переключайтесь оставайтесь на моем канале вы тоже заметили да что одевая новогодние свитера просто дуреешь дурачишься поднимается мгновенно настроение и это реально работает ты просто одеваешь какой-то костюм перевоплощаешься ну прям какой-то спайдермен или бэтмен я тому пример так что этот лайфхак однозначно работает йо-хо-хо-хо ну а какой же сюрприз или исполнение желаний приготовила я для вас рассказываю в декабре на моем канале я получила два комментария да вы у меня скромняшки вы очень редко пишите но метка всегда по существу спасибо вам огромное большущая вам благодарность за старания за лайки за подписки а если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь не забываем колокольчик чтобы не пропускать сумасшедшие новые обзоры полезные и очень интересные говорим про парфюмерию и здесь у нас всегда интересно комментарий конечно было больше чем два но конкретно с пожеланиями вашими два человека высказали свое мнение свои пожелания и первое что меня попросили это снять обзор на ортопоризис теркус когда я делала обзор про мужские ароматы и говорила про терони молодому человеку думаю что это был молодой человек я уже не помню и он так прямо коротко как мужчина заявил надо обзор на стеркус я подумала ну да надо я согласна последнее время стараюсь подключать мужскую парфюмерию к моему каналу все больше углубляюсь в мир парфюмов для мужчин они такие красивые они такие интересные это просто какая-то область открытий для меня с удовольствием с ними знакомлюсь и разнашиваю так что в следующем году в любом случае буду чаще и чаще обращать внимание на мужские подборки ортопоризис теркус у меня был отливант я помню что я его тестировала у меня есть видео на моем канале инвентаризация всех моих сэмплов миниатюрок кому интересно посмотрите я там сделала большущий список то есть список всех сэмплов то что у меня было на данный тот момент и это мне самой помогает смотреть что у меня есть наличие вы также можете посмотреть что у меня есть и сказать о это было бы интересно послушать чем же пахнут эти ароматы и также пишите в комментариях почему бы и нет я все читаю и обращу на это обязательно внимание и в этом списке у меня не оказалось стеркуса сегодня перерыла опять все свои сэмплы к сожалению пока я не нашла но надеюсь что мечты сбывается и все таки в ближайшие дни еще до нового года у меня появится возможность еще раз поносить разносить исследовать стеркус и постараюсь и постараюсь снять обзор ну как без этого ну и еще одна мечта пожелание сбывается нет нет это не посидеть с памятником рядом а познакомимся мы сейчас с ароматом стеркус орта паризе да некоторых магазинах вот такие вот салфетки вместо блотеров что очень некрасиво и не совсем прикольно ну да ладно у меня он есть и на коже так что я интенсивно его разнашиваю и хочу поделиться первыми впечатлениями об этом аромате честно сказать когда его нанесла у меня не было такого ощущения что этот аромат я уже тестировала хотя мой брат говорит что у меня был отливант этого аромата и тогда я сказала фу-фу-фу пахнет фермой ну простите навозом лепешками я не помню этого потому что сейчас этот аромат ну очень был таким свежим акватическим на старте как и все александровские работы пирамиду мы не знаем отзывы специально я не читала обзор на него я не смотрела чтоб даже приблизительно не знать что слышат люди и услышать то что я слышу ну стартовал аромат свежо прозрачно акватически да в первые секунды была такая мимолетная нота фермы такой животинки такого овечьего запаха шерсти но она быстро улетучилась через может быть минутку на коже я услышала даже сладость такую прям аромат был такой сладко-сладкий я думаю а это точно этот аромат то есть совсем у него произошел метаморфоз от свежего такого в сладкий но опять же сладкий умеренный и на протяжении всем шлифит мне такая знакомая нота я уже слышала это в ароматах и думаю ну чем же чем же пахнет что же мне напоминает а напоминает мне эту ноту которую добавляют я не знаю что это конкретно но я ее слышу в dolce amalfi допустим от косамарати это лекарственная но там такая итальянская амальфийская многие слышат эту ноту как очень-очень сладкую переспелых мандарин такую карамельную заслащённую я слышу эту ноту как лекарство лекарство для горла честно сказать аромат мог бы быть и по интенсивнее он довольно таки легкий прозрачный не скажу что он прям только для мужчин могу себе представить его носить здесь такие сушеные травы аромат с одной стороны сухой но с другой стороны акватический в нем есть какая-то сочность но тем не менее вот эта горечь сушеных трав очень ощущается на улице на прогулке очень с ним легко приятную у него шлейф как я уже сказала вот эта нота лекарственности такая характерная вот я даже не знаю как ее описать мне кажется в детстве мазали горлом при ангине таким лекарством там какая-то такая трава присутствует но тем не менее я услышала сладинку хотя никогда я с этой ноты не слышу в dolce amalfi я не слышу эту сладинку а другие люди слышат горит о какой заслащавый аромат и эта нота мне здесь не мешает очень приятный и опять же вот слушая его изучая этот аромат слышу в нем какую-то такую масляную ноту также как в тироне но в тироне там прям довольно она такая прогорклая и интенсивней а здесь ну александр же не мог остаться без какой-то химии дополнительно и здесь вот этот подтон такой чего-то что выбивается из всего концепта парфюмерии такая какая-то масленность подтоновая присутствует но это все так легко мягко все так гармонично слаженно аромат я бы больше позиционировала как фужерный свежий зеленый что-то такое ветиверная в нем есть но не типично люксовая маскулинная аромат однозначно для меня унисекс вот я могу сейчас представить полиция им причем им хочется поливаться он как-то не не отталкивает в нем нет сумасшедших нот это не каю это не black афгана аромат довольно таки прозрачный почему-то по названию ожидалось чего-то стервозного чего-то мощного но очень удивлена что аромат довольно таки легкий я бы сказала даже офисные но легко судить когда ты на улице с кожи слышу ромашку сушеную такую чайной консистенции высушенную с такой характерной ромашковой горчинкой здесь как я уже сказала много сушеных трав и мне почему-то ассоциируется или напоминает саншайн мужской только тот теплый более такой насыщенный а здесь все так минимально аккуратно подано но вот чувствуется прям куча всяких трав может быть даже какого-то тысячелистника ромашки вот что такое что собирали раньше сушили сдавали в аптеке но приятный вот этот вот букет сушености аромат имеет минимальную такую елочность хвойность в нем присутствует и если прямо так долго вдыхаешь через время на коже даже чувствуется какая-то мята ментол такая свежесть но эта нота не перебарщивает она такая легкая тут вообще все нотки они такие нежные аромат богатые постоянно как и бывает у александро аромат прям ну очень поступенчато раскрывается то одна нотка то другая и вот прошло уже там полчаса аромат звучит немножко иначе сейчас он такой ментолово свежий то есть я вот это вот ромашковость горчинка вот эта лекарственность дольче амальфи которая характерная она ушла все это было на старте аромат такой зелененький свежий и только блотер выдает вот эту масляную ноту такую химическую горчинку такая про горклость прикольная это просто какой-то букет сушеных трав коробочка свежая какой же он шикарный и красивый прям вот хочется его носить пожалуй пойду в магазин и польюсь им потому что мне прям вот по кайфу однозначно советую стеркус не смотрите на название он довольно таки милашный у него такая релаксная композиция напоминает иногда бывают такие сборы для ванны и там много-много всяких лесных и это какой-нибудь расслабляющий wellness или для того чтобы спать хорошо это именно тот аромат который приводит тебя в спокойствие в такое релаксное состояние аромат играет расслабляет очень такой успокаивающий а чем пахнет вам стеркус напишите если вы тестировали не ожидала от стеркуса но надо привыкнуть что алисандро всегда пугает пугает ароматы у него шикарные пусть мечты сбываются а и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Крик души Хожу с этим блотером и слушаю аромат вот так И выглядит, как будто у меня насморк Но, честно сказать, Серкус и пахнет, как лекарство для простуды Такие масла, если у вас насморк, и вы мажете звездочкой Хотя, ну это не звездочка Это именно такие травы, которые вам помогают дышать, пробивают нос И здесь есть такие салфетки, тоже ароматизированные для насморка Специально с ромашкой Еще с какими-то травами, такие пропитанные с ментолом Но здесь именно такие сушеные травы для простуды И просто вдыхаешь, и не хочется убирать этот платочек от носа Это настолько кайфово, это настолько натурально Но в то же время не переходит в медицину Или в какую-то такую непонятную искусственность Действительно аромат, который не звучит дешево и просто Один кайф Я эту сохраню салфеточку, буду вытирать нос Потому что после него сразу дышится легче Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому